итак ну чтож ариера мои маленькие любители покушать у микрофона как всегда ваш покорный слугам амору и мы продолжаем играть такую увлекательную игрушечку как квартире моменты прошлой части как я говорил я особо ничего не менял но зато открыл для себя много чего нового в этой игрушки за которым я для начала приготовил немножечко мясо для того что банально восстанавливать себя жизнь также я сходил по убивал парочку неважных таких чувачков но самое главное я добыл немножечко кремния кремния можно добить как и камень возле вот таких вот речек благо я возле одной из них нахожусь побегов немножко возле его устья я смог набить больше чем два стака что позволило мне построить здесь вот такую небольшую колотушку и можем видеть по частицам которые из нее истекают она соединилась у нас с верстачком который у нас здесь находится а это значит что что у нас верстак теперь второго уровня а это значит то что мы теперь можем улучшать и создавать более лучшие инструменты частности я могу сейчас по идее создать вот каменное копье но для него не хватает кожаной обрывки изи у меня тут есть они и получается вот кремниевое копье я могу скрасить а каменная могу и скрасить не только кремниевая но создаем заодно и создаем себе сразу кожаный шлемак который мы сразу же надеваем и по идее в отличие от этой нашей дубинки наши вот это копье будет намного больше урона носить колючи 20 сила блокирования 10 а тут дробящий 12 ладно также я хотел проапгрейдить себе лук по возможности да я его могу лучше до 2 уровня замечательно и сразу себе кремниевое копье тоже до 2 уровня мы улучшаем топор я теми временем про апгрейдил мол заодно тоже пара апгрейдим зачем правда не знаю но пусть будет получается такого-то меня кит будет немножечко еды факел на случай необходимости ресурсы для того чтобы я в случае чего мог себе построить какой-то дом и дубинки с луком и копьем так мы с вами сейчас первым делом отправляемся спать во первых нам даст это баф отдыха а вот баф бодрости о чем я говорю и комфорт 4 из-за того что мы находимся с вами в таком вот прекрасном домике правда без крыши но это такая небольшая плата чтобы мы не задыхались а я говорил о том чтобы я хотел сделать прежде чем пойти в путешествие в черный лес я знаю что здесь по ремеслу есть вот такая замечательная вещь как дубильный станок для нее нужен кривень древесина кожаные обрывки и шкур оленя сожалению все это у меня есть в легкой доступности кроме как кожаных обрывку я понимаю да и кремня то есть мне по идее нужно сейчас пойти на охоту и что я делать категорически пока что не хочу поэтому в любом случае нам сейчас нужно идти путешествовать и попробую что-то с ним сделать прощай дом но я к тебе еще вернусь тоже давайте идем на поиски принципе меня здесь есть уже небольшая такая исследовательская платформа в принципе я предлагаю побежать нам сейчас вот по этому левому берегу получается нашего озера я в курсе что здесь можно строить плоты и попробовать куда-то переплыть на те острова но не знаю насколько это сильно рациональная идея не особо на самом деле мне что-то как пью как-то нравится в виде оружия потому что она наносит именно колющие удары дубина именно ауе удара именно по площади поэтому область его применения остается опять-таки под вопросом опа черный лес здравствуйте я причем нашел черемуху забавненько ага а вот это новенькая монстры с другом делятся у скелеты какие-то и вид вольфа второго уровня вы я бы не хотела на глаза попадаться хотя я сомневаюсь что я настолько скрытный чтобы не попадаться на глаза учитывая что они меня уже нашли мы ничего страшного и я от них могу здесь уйти домой и копьем конечно очень много сносит все дерутся недостаточно сильно обломки костей плащ типа плащ недоступен стал неплохо к тем второго уровнями я лезть не хочу пока потому что мне кажется они меня сейчас очень элегантно убьют не выпало 5 глаз без понятия зачем эта штука нужна камень не выпал гриб принципе гриб гриб можно и сейчас есть рацион себе питание по улучшить хвосты в принципе все остальное бесполезно хотя бы мы в черном лесу с вами находимся это меня невероятно радует и насколько я верю книгам здесь можно найти олово да который мы сейчас вами успешно здесь обнаружили так его нужно копать киркой как понимаю кирка единственная доступна это мне из кости оленя давайте попробуем его добыть оловянная руда типа использовать не могу я так понимаю да но три штучки я добыл замечательным образом о ворон эти искал привет чтобы построить плавили вам понадобится ядро сад лунга ищите в темных местах под землей то есть мне нужно пойти в подземелье для того чтобы скрасить себе банально кузницу оптимистично очень оптимистично насколько это рационально в принципе вес мне позволяет инвентарь меня тоже достаточно широкий сейчас поэтому думаю даже можно пойти в принципе все ресурсы есть за исключение счета наверное но это уже дело на житое олово пока я добывать не буду я просто запомню что у нас здесь есть с попробуем найти какой-нибудь данжик или не данжик вход в подземелье хотя бы если ворон говорит по землей какие-то каменные сооружения может быть это дальше нет это видимо просто каменное сооружение а впоследствии надеюсь то что мы сможем строить нечто подобное то что дом из камня выглядит очень более антуражнее я бы сказал опа некое подобие стул хэнджа и вора заодно привет ворон у меня тут братан прости у меня тут скелет немножечко то что такой сильный ты и дядь не надо так блин еще один скелет погоди ворон я тут немножечко дерусь видишь вот и все так ты чё мне хотел сказать источник света захватить не забуду не беспокойся то есть вот это вот это понимаю это шахта давайте сразу здесь построим какую-нибудь вот данжен посмотрим насколько сильно меня от пин доху здесь для совсем на житом сюда пошел на теме меня ой чё не можешь по мне попасть я бы тебе тоже попасть не могу не беспокоить какой питьям нужно оружие сети копье не пробивать мои второго уровня ты можешь бронзовые вещи нужны и все конец там еще одни что это уже лучник очень мощно бьется еле завалил этого скелета он мне конечно очень много дамага нанес уходить по пещерам это то еще удовольствие вот видите зато какой-то сундук путь блин какой-то очень жесткий скелет пусть за мной еще бежит ну тебя нафиг да я багаюжу отстань ты можешь меня свой щит отдать нет только трофей жаль пошли опять на корточках зато у нас никто не видит а рубин нам достался просто новый материал пока тебя брать не будем тогда перья мы заберем с тобой и золото ну давай рубин за одну двухровневый скелет дядь а ты ничего не перепутал ребят я понимаю что вы ничего не видите но я тоже ничего не вижу я ориентируюсь только по его красным глазам блин наконец-то его победил блин если вот этого двухуровневый скелет доставлять не только лопат что остальные будут скелета доставлять здравствуйте ядро плавение и угожигательная печка замечательно я по идее могу сейчас с помощью топорика посмотреть сколько этого стоит 5 ядер 5 серьезно я сколько забрал 1 по идее мне 10 этих ядер нужно ладно попробуем поискать сейчас по этим пещерам да много куда деваться нужно не сладится есть небольшая такая нюанс я погиб да что-то мне ядра как-то получать соваться надо в любом случае мне кажется уже приезжали надеюсь что это не особо далеко отсюда наконец-то забрала все ресурсы свои да они все поломаны к сожалению но мне есть небольшой такой план капкан я бы сказал предлагаю здесь небольшую такую землянку сделать для того чтобы иметь здесь будущем возможность как-то перекантоваться и реорганизоваться случае чего он в любом случае мне потребуется здесь верстак так что в любом случае думал придется методически делать здесь оказывается у деревьев пока я рубил выпадает еще и древесина другая то есть вот эту древесину нам выпадала раньше сейчас еще выпадает какая-то цельная древесина я не говорю что это плохо просто не знаю насколько это целесообразно наверное так предусмотренную игрой и наверное так нужно тем временем не продолжает небольшое такое наше строить и облагоустройство нашего места пребывания о верстак я могу уже использовать мне это невероятно нравится как минимум я могу все что у меня есть починить и все кожаный шлем я не могу почему-то поценить он как бы мне не особо нужен сейчас как я хотел наверное здесь бы разместить кровать для того чтобы иметь возможность здесь возрождаться так все получается здесь у меня кровати есть мы немножечко здесь даже отдохнули и умудрились даже поспать мне даже снится огромное дерево нужно сейчас все складировать а то что у нас есть ненужного в сундуке все вес я себя отблегчил замечательно да конечно проблемы с интерьем это нормально для этой игры давайте сейчас на всякий случай себе еще раз починим все замечательно я так понял чинить факел себе здесь нельзя кстати я хотел бы посмотреть заодно могу ли я себе скрафтить сейчас щит раз уж надо дело пошло 10 дерева смола и обрывки самое сложное здесь это обрывки и обрывки у меня есть давайте сразу защитит красным потому что блин в этой подземелье идти совершенно голову очень мне не улыбается идея так щит с копьем мы взяли по идее все что нужно было я себе приготовил жаль конечно остального всего маловато стрел хотя 71 стрела должна хватить посмотрим пойдем искать оставшиеся 10 этих сигилов как они правильно называются это будет жестко пусть я существом гораздо легче на самом деле я уже даже приноровился к этой боевой системе если тут 12 скелета то байрод с ними даже прикольно да я бегал все наши подземелья и нашел всего один это тот самый который я нашел еще до этого блин это очень чайно на самом деле то я могу еще сказать пошлите искать еще блин подземелья которые будут у нас встречаться на нашем пути и попробуем там что не зачистить блин ну то что я не знаю нужно 5 все сигилов этих всего один если в каждом подземелье всего по одной штуке то это очень плохо вы блин это так не работает я потратил около часа просто чтобы бегать по этим локациям по этому черному лесу просто чтобы искать эти данжены это не создается больших проблем но в качестве записи это очень большой на самом деле геморрой потому что показывает нечего просто сидишь на самом деле и ловишь кайф из-за того что очень медитативная музыка и просто ловишь кайф от самого геймплея и просто расслабляешь зрителю показывать такого тут нечего и это создает некие напряги поэтому знаете как предлагаю я сейчас ухожу на гигантскую паузу пока не найду какие-нибудь сигилы или пока не найду что-нибудь интересное и на это время я отключаю запись потому что я не вижу другого решения и выхода из данной проблемы а себе сейчас какой-нибудь сериальчик на фон включая потому что рано или поздно вот этот медитация меня с ума сведет продолжу искать эти сигилы а куда деваться если требует этого сама игра и так долго ли коротко ли но получилось у меня в итоге вот такая вот ситуация как вы можете по карте наблюдать я достаточно много здесь оббегал и уже залутал по большей мере три данжона возле каждого из данжей я строил небольшую кибитку потому что умирал я очень часто но большими потерями я все-таки надо был 10 ядер сарутлинга чтобы это не значило для чего бы это не применялось но тем не менее я и добыл мы молодцы с вами и я уже даже успел прибежать домой с небольшими ресурсами и умудрился здесь небольшую такую поляночку раз чистить потому что здесь у нас сейчас будут обустраиваться небольшие печечки и не печечки если я все правильно понимаю они находятся в нас ремесле да вот у нас углевыжигательная печь во первых стоит во вторых вот это вот половине для этого всего нам потребуется непосредственно и камушки и ядра так что будем мы здесь полномерненько размещать вообще я бы хотел их размещать изначально не здесь а где-нибудь в другом месте и желательно вообще на камни но камни обработка мне вообще не доступна сейчас по идее насколько я знаю я бы сейчас хотел обратиться к великой помощи гугла и у него спросить как мне сделать ко мне обработку и как мне допустим сделать каменный полости этого захочу да я забыл вам конечно сказать то что даже еще в прошлой серии сделал здесь мотыгу и пытаюсь здесь все-таки себе вырвнить площадочку где будет впоследствии меня домик давайте тогда я google по-быстрому спрошу и вернусь непосредственно к вам короче до каменных полов мне как от пекина китая и этого нужно железо железо как вы понимаете сейчас у меня нет будет только после древнего так что рыпаться даже в эту сторону я не собираюсь поэтому просто я сейчас беру непосредственно наши молоточек ставлю здесь непосредственно камена пищи непосредственно здесь естали волос вильнюк вот и все так воин приветствую я тебя тоже приветствую мой любимый вороненок что ты мне сейчас скажешь вы построили плавильню чтобы ожить плавили нужен у уголь спасибо я и так это знал давай улетает сюда я бы хотел сейчас все остальное наше положить Непосредственно в нашу Доминочку, в нашу тижину Потому что по факту мне сейчас это не нужно А нужно, знаете мне что? Я тут приглядел среди крафтов Себе такую замечательную вещь, как плащ Вот он, плащ, для этого всего шкура оленя И обломки костей нужны Шкура оленя у меня тут за глаза Есть, тем более что Пока я охотился, пока я в этом лесу Бегал, я все это надыбал Вот, плащ и шкура оленя, создаем мы с вами Первый уровень, мы замечательно даже Это сразу надеваем, я думаю потихоньку На этом серию мне придется завершать, потому что На следующую серию мне придется делать буквально глобальные планы И глобальную подготовку Как минимум мне сейчас придется готовиться И пойти охотиться на олени с кабанами Для того, чтобы банально сделать себе дубильный остановок Где-нибудь вузецит его поставить И пойти искать медь, потому что за все время Моего пребывания в этом темном лесу я нашел Только олова, залежи олова непосредственно Возле нашей реки и вот этого вот озера И если у меня здесь получится найти Хотя бы некое подобие Непосредственно медных залеж, то это будет Невероятным успехом, невероятной победой Ну а примерно на этом все У микрофона было как всегда Ваш покорный слугам Мору В теле великого викинга Ну а на это все Всем удачи, всем пока Ну и я не прощаюсь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok